Включаешь и смотришь бесплатно, а там подборщика на итальянском сразу или что? Если IP итальянский, то бесплатно. Не, я не знаю там вообще. Не знаю, кого не спроси, никто не знает, я уверен в чате. Спираль хуманом играет. Что? Он очень много рандомом играет, и так как хуман намного сильнее орка, спираль... Что ты несешь? Хуман тащит против орка. Орки сейчас везде делают ч... Мяу-мяу. Что? Так. Ты видел, как спираль играет за альянс? Да. Фокусы катал. Фокусы катал? Да. Так что у него есть все шансы. Блин, но нам же хотелось, наверное, все-таки... Да, но я хотел на лорда посмотреть, поучиться чему-нибудь. Знаешь, какие меты сейчас надо делать, блин. И опять смотрю после мистер Виннера, блин, смотрю теперь спирали, блин. А ты знаешь, что такое спираль вообще в немецком? Найн. Противозачаточная спираль, которая в Германии есть. Ага. И он себя в Германии назвал спиралью, блин. Ну, ты... Ну, уже поздно, я понимаю, что-то менять. Но... Ты не знаешь, почему? Не знаю. Может, он... Не я. Вот. Фланни сообщает. Спираль за Хума на ТС выиграл недавно Хавка и Тодо, причем все на ТС. За это меня Хавк забанил. Вот видишь, Миша, ты мне не верил, что спираль умеет играть Хумом. Баста, Баста, чего такое? Вот она вообще не мяукает. Сегодня подстригли обоих котов, все, скучает. Плачет. Лето начинается. Не-не-не, они же все стерилизованные кошечки. Баста. Не, я имею в виду, лето начинается, что тепло, жарко в шубке. Да-да-да, это... Это... Молодец. Молодец. Все, пришла. Позвал, пришла, уже вторая кошка приходит, представляешь? Надрессировал. Молодец. Молодец. Она молодец, я молодец, ты молодец. Поехали. Маутен Кинг первым героем здесь, Маутен Кинг первым героем там. Ну вот МК стал популярнее в Мироре, наверное, после Романтика, да? Помнишь, как он с этим, с кем там, с Тяшем, с Инфи? Заготовочки были. У кого там? У Романтика же? Романтик, он нестандартно, типа, играл всегда. Вот. И там, где можно МК выкачать до третьего левела, соответственно, до второго клэпа. Он показал, как надо через МК играть. Что он там делает с рабочими, что он делает с футменами. И он хорошо отжимает другого героя, скажем так. Так, у них одинаковые артефакты. Что случилось с тобой? Раз речь зашла про котиков, вот котик Олиных родителей я сейчас сейчас здесь. О! О! Хороший фото. Фотик. Этого котика Фотал. Да. Или со священником. Это Хантер. Хантер? Надо было Патмой назвать ее. Да. Но она грустный. Второе имя у него Хайни. Армию игрока. Он кастрирован, судя по взгляду? Нет. Нет? Ты... Я могу фото бубенчиков прислать, доказательства. Оно не так... Ну ладно. Эм... А Хайни его назвали, потому что он... Гадил? Он же меня зовут Хайнерик. А! Да, извините. Ха-ха-ха. И чтобы Хайнерик не гадил, то ли Хайни. Хорошо. Если такая последовательность, то все, конечно, понятно. Да. Так, ну смотри. Так. МК, МК. МК, МК. Смотри, сколько ИНК у нижнего. Да. А у верхнего что? И Амулет Эвейджен мне тоже нравится. Да, артефакты лучше у Спайрала. Персональный Телепорт сразу на Мейн Хавк делает первым. Врывается в линию рабочих. Клэп минус четыре. По четырем рабочим попадает. Магическая вышка в процессе. А-а-а. Они не успеют разбежаться! А-а-а! Какой фейл! Какой ТПС и УНК? Я даже не знал об этом. Мне кажется, так и низко. Надо было закрыть базу. Почему он не закрыл? Ну вот. И что это? О, да. Все? Да. И вот обидно, что Фогич отлетел, Соник отлетел, Икслорд отлетел. Угу. Вот. И вот так вот. Тут есть еще пропущенные никнеймы, но... Да. Но вот одна довольно грубая ошибка, потому что Икслорд как будто полностью проигнорировал Футао у себя на мейне. Не сразу не расплетел рабочих. Ну то есть он не был там. МК сразу в минеральную линию зашел. Ну вот эту вот. В линию рабов. А потом еще не сразу... Да. Ага. Не, просто. Да. Просто так. Уточнил. Да. 375 голды в минус. Ну и майнин тайм еще. Угу. Передай Соколу, что нам не нужны его бебенщиков доказательства. Это с... Как хотите. Смотрите. Они и в Италии сейчас бесплатно к просмотру. Я думал это, конкретно твои или что? Ну если поискать. Ой разбежались смотри. МК не таруля. Да. Да, это был важный момент, потому что у Спайрала есть возможность ворваться. Ну, там магическая вышка есть. И на экспанде, и на мейне Хавк в этом плане гораздо лучше подготовлен к врывам, чем Спайрал. И у Хавка, что мне нравится, это правильно, что он... Ой, а он подрезает строля. Что он не продал Ring of Regeneration. По-моему, с девайсом он очень долго вообще его недооценивали. Он очень не шитячный. Да, согласен. К чему там эти амулеты? Маны? А книжку они оба не берут просто из-за политических убеждений, или как? Нет, просто визерды делают такие книги, которые на траве хрен заметишь. А-а. Не, мы-то молодцы, но они-то контролят. Нет, я тоже ее вижу. Вон, Хавку видел. А, мисклик, мисклик. Скорее всего, да, он хотел просто рабочего тыкнуть. Так, подожди, здесь молоток есть у Хавка. Он же может заставить стелепортировать. А, там бутылка. Бутылка еще. И он не хочет, чтобы он телепортировался, он пытается отжимать рабов футов. Минус один-два фута вроде. Рабочего не добил спаррилл, очень битый там на один удар буквально. Но тоже пяти рабов убил. Разменялись, пять-пять. Ну, во-первых, телепорт потратил, во-вторых, он больше потратил футов здесь. Можно посмотреть, например, на экспу Маунтан Кинга. Хотя нет, экспа сопоставимо. Не, нормально, может быть и выровнял, кстати. Ты прав. Может быть и выровнял. Сейчас вот очень важны до четвертого левела докрепиться. Вот добить этот уровень и попустим восстановить. Ну, спирали это будет сейчас делать, да. Клэп не жалеет, кстати, смотрю. Шедера взяли. Какой девайс, интересно. Да, это самое важное. У него артефакт тут может быть очень хороший по сравнению с врагом, потому что точка пожирнее будет. Маска Соби. И покупается запелен и полетелит. И опять книжки тоже здесь не взяли. На нычке у спирали. Плюс 50 шеки и зявых. А ты, а как часто игры, да, точно. Как часто игры решаются тем, что герой. Очень часто, через одну. Клэп, распрятался. Ну все, минус с рабы. Все, спас. Ну и что-то вообще не все рабы. Хавкни до контроля. Он до волок. Тотально просто. Но он испугался. И книжку опять никто не берет. Ну возьми книжку. Возьми книжку какую-нибудь. Блин, 50. 50 жизней. Почти первый Койл. Да. На героя. Да. А как часто Архимаг от Койла умирает? Очень часто, я сейчас скажу. Еще большая ошибка, мое мнение. Так. Что он не пропил лечение. У него футы пробиты, герой пробиты и рабы. Он в тот момент мог бы сделать лечение. И вылечить своих рабов. Потому что в любой момент можешь пролететь. Он мне показал, что... А там, видимо, присты лечили. Мне по анимации показалось, что он прожал регенчик. Хавк делает кассл. Атака опасная, но если бы вышки не достраивались в последнюю секунду. Все. А три вышки... И Клэп шикарный. Минус тролль, минус нескольких мэнов. Топ-1 Клэп. Надо лечение пропивать. И при этом у Хавка Т3. Повторюсь. Смотри, он там по Тиру защитных впереди. А зачем вы сражаете в Шапку? Он же видит лимит. Он же видит, что тут масса наемников. Два голема с Слоу. Два Огра. Сейчас сделал ошибку. Спираль он мог просто заслоуить на Цепелин. Вот сейчас, например. Почему не Слоу? Бладмейдж выходит, ловит молоток. Опасный момент для Хавка. Сейчас Бладмейдж просто отдастся, может. Cancel. Спасает на последних и так Дирижаблиум, красавчик. Опять. Повторяю. Если бы он заслоу сделал на Цепелин, ничего бы такого не случилось. Эффект бабочки. Теряются тролли, теряются юниты. Клэп должен сейчас поражаться. Ну, это последняя битва для Спирали. Да. Если он не успеет. Делает Дрейн еще. Хавка великолепно этого Бладмейджа отконтроливает. Он провоцировал долгое время на этот, на молоток. Клэп нужен еще один. И заливает, заливает Бладмейдж на последних и так. Пятый МК будет. Пятый МК. А вот это опасно. Подожди. Пятый на пятого. Опа. Да. Ну, теряются жирные бамбры. Нет, успевают убегать. Я бы молоток кинул. Нужно до магазина сейчас. У Хавка косари на руках, понимаешь? Он... Там противник его на Т2 просто пушит со всем, что у него есть. А он делает кассл, а у него косари на руках. И все равно он отобьется, судя по всему. Да? Да. Ну, 50 на 50. А у Спирали нету ТП. В смысле? 40 на 31. Не, я имею в виду шанс. А, по шансам? Ну, естественно, да. А теперь все, Хавк выиграл с АРМК без жизни. Да. ГГ. И вышел в Клэпмейдж, мана передается. Без ГГ или Вайт не... Слушай, ты плохо его обучил. Это не моя школа. Почему? Почему без ГГ? Что за подгорание? Прохлада, прохлада. Ты можешь написать ему прямо сейчас? Можно интервью его по-немецки поговорить? Да ладно, мне зачем его огричить? Нет, мы не будем отчитывать. Просто любопытно, он как адекватный. Вообще с ним можно поговорить? Да, он адекватный. Ну, был, по крайней мере. Был? Адекватный. Не, ну, подгорелого пацана, да. Ахавкараса.